В Чувашии реализуются 11 национальных проектов. Как идет работа и какие есть сложности, обсудили сегодня на заседании Совета при главе Чувашии по стратегическому развитию. В рамках национального проекта «Демография» оказывается поддержка семьям с детьми. Это ежемесячные и единовременные выплаты при рождении первого, второго, третьего и последующих детей. Кроме федеральных программ, в Чувашии предусмотрен республиканский материнский капитал для многодетных семей. Его сумма в этом году увеличилась со 100 тысяч рублей до 150. С 8 июня можно обращаться за получением единовременной денежной выплаты по республиканскому маткапиталу. Но при всех этих мерах есть риск не достичь запланированного коэффициента рождаемости на 2020 год. Эта проблема глобальная и касается не только республики. По итогам мониторинга отчета в ходе реализации региональных проектов за апрель текущего года отмечены риски по четырем проектам. Мы месяц назад докладывали про это. Это финансовая поддержка семьи при рождении детей. Здесь, я думаю, риски сохранятся до конца года. В первую очередь это связано с демографической ситуацией. В целом, наверное, не только по республике, а в целом по Российской Федерации. Из-за снижения количества женщин фертильного возраста. Во время пандемии меры поддержки семей с детьми усилили. Выплаты, пособия и компенсации должны проходить максимально быстро. Там, где мы можем упрощать процессы сбора этих документов, максимально все это переводить на межведомственный обмен, прежде всего электронный. Тем более мы сейчас активно с вами работаем по совершенствованию сетов. И с тем, чтобы люди имели возможность получения всех этих форм поддержки через простое обращение заявления, а дальше уже за короткий срок получить либо обоснованный отказ, либо уже реальную поддержку. Есть риски недостижения плановых результатов и по национальному проекту здравоохранения. В медицинских учреждениях Чувашии не хватает докторов и медперсонала. Причины – отъезд врачей в другие субъекты России, где заработная плата выше и другие объективные причины. В рамках проекта 2020 года предусмотрено достижение шести целевых показателей. По итогам первого квартала мы видим, что недостигнуто два показателя. В частности, это обеспечение средним медицинскими работниками. При нормативе, при плане 130,7 на 10 тысяч населения, наш показатель составляет 102,2 на 10 тысяч населения. И укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, при плане 87%, наш показатель на сегодняшний день 86,4%. Чтобы ликвидировать кадровый дефицит, в этом году увеличено количество бюджетных мест на 25 человек в медицинском колледже. Рассматриваются такие меры поддержки медиков на селе, как субсидия на строительство жилья до 70% от стоимости, предоставление служебных квартир. Со второго полугодия 2020-го врачам, которые придут работать в сельскую местность либо в города с населением до 50 тысяч человек, начнут единовременно выплачивать 1 миллион рублей, а фельдшерам 500 тысяч. А для медицинских работников, которые примут решение приехать в особо отдаленные участки, размер выплат будет составлять 1,5 миллиона рублей для врачей и 750 тысяч для фельдшеров. За последние три месяца в республику вернулись 13 узких специалистов из других регионов России, среди которых онкологи и хирурги. Эти конкретные шаги, считают члены Совета по стратегическому развитию, должны изменить показатели в лучшую сторону. Татьяна Трофимова, Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов, Республика.